Добрый день, с вами снова Ренат, а это значит вы в гостях в моем небольшом, но уютном саду в этот по обыкновению теплый и солнечный день, 27 июня в городе Астрахань. В этом видео я покажу вам нормировку урожая яблони, посаженной в прошлом году. Всего в моем саду растут две карликовые яблони, вот первая из них. А это вторая карликовая яблони с точно такими же мелкими плодами. Уже заканчивается июнь месяц и размер вот этих плодов меня не устраивает. Тем более, когда рядом растет сорт карликовой яблони с более крупными плодами, а также клоновидной яблони, у которой плоды еще крупнее. В моих предыдущих видео, которые вы могли видеть, я уже производил нормировку урожая этих двух карликовых яблони, но этого оказалось недостаточно, и я сегодня освобожу эти две яблони от части плодов. Я буду подрезать вот этим острым секатором. В среднем на одном соцветии я буду оставлять два, максимум три плода. Вот смотрите, одно соцветие, пять плодов, это очень много. Оставляю три, два убираю. Очередное соцветие с тремя плодами, оставляем два, убираем один. Здесь у нас четыре плода, один убираем, остается три. Здесь четыре плода, один уберу, три останется. А вот мы видим соцветие, где шесть плодов. По всей видимости, я до этого соцветия в прошлый раз, когда нормировал эту яблоню, не добрался. Я убираю три плода, три оставляю. Итак, мы три убрали, осталось три маленьких яблочка. Здесь соцветие с четырьмя плодами, один уберем, три оставим. Вот тоже соцветие с пятью плодами, давайте от двух избавимся, три оставим. Вот тоже, как вы видите, пять плодов, что недопустимо много. Два уберем. Три оставим. Наверняка вы меня хотите спросить, почему же я так безжалостно обрезаю будущие плоды яблони. Ну, на это я отвечу так, что яблони это было посажено в прошлом году. В этом году, ну, просто огромный урожай. Я не думаю, что вот она сможет подарить столько больших плодов. Все равно отчасти надо избавляться. Ну, или тогда получится, как в известной притче, которую вы все, наверное, знаете. Когда к скорняку пришел человек и спросил, может ли он шить ему одну шапку. Он ответил, что да. Тогда он спросил, а может ли он шить семь шапок. Он ответил, да. И шил ему семь маленьких плодов. Можем получить вот такие мелкие плоды. Ну, наверняка они немного вырастут. Но до больших размеров вряд ли дойдут. Соответственно, уменьшив количество плодов, мы просто увеличим размер будущего нашего урожая. Вот и все. Хотя я изначально знаю, что это плоды небольшие. Это сорт китайка. То есть крупный он не вырастает. Итак, вот видим четыре плода. От двух избавимся, два оставим. Вот тоже четыре плода. Многовато. Давайте один уберем, три оставим. Давайте перейдем на второе дерево. Тоже поудаляем здесь часть плодов. Вот видите, соцветие. Целых пять плодов. Ну, это очень много. Два уберем, три оставим. Вот тоже соцветие. Шесть плодов, но это чересчур много. Конечно же, от трех мы избавимся. Оставим три. Вот осталось три, это уже нормально. Все же не шесть. Не стану заупотреблять вашим драгоценным временем. Поэтому покажу в конце то количество плодов, от которых я избавился в процессе сегодняшней нормировки. Вот смотрите, сколько плодов я сегодня срезал, избавив две карликовые яблони от их бремени. Это примерно одна четвертая часть всего будущего урожая. Я считаю, что это нормальная нормировка. В связи с этим, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, поддерживаете ли вы такой вид нормировки, произведенной мною, или наоборот против него. Мне будет очень интересно. Применяйте этот метод нормировки и всегда будете с удовлетворительным урожаем, как в этом году, так и в следующем. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.